Мост через ЖД, пешеходный мост через ЖД, Дютербок. 1 декабря 2020 года, первый день зимы. Через мост мы не пойдем. Мы с этого места, с моста пойдем, Дютербок 2. Мы пойдем тоже так, образно, мы на транспортном средстве, вон велосипед, и мы проедем с этого места. Вокзал ЖД. Пасмурно, прохладно, 11 часов. Прохладно, это 2 градуса тепла. С правой стороны здание старого военного вокзала, как называемое. Вот оно. Ну, а там дальше рампа в низине. Многое, многим известное. Известное. Все тут известно многим. Поскольку кто здесь проходил воинскую службу, Дютербок 2 в частности, или жена по Фуксберге, что через мост влево, городок военный, здесь все ходили. Учащийся школы, которая прямо школы номер 71. Вынослужащие, члены семей вынослужащих. Вон там, в низинке, рампа. Мы с этого места едем на велосипеде. Попытаемся проехать по этой улице в сторону, в сторону расположения отдельного танкового батальона. До КПП дойдем. Если получится. Вот дорога мощеная. Вон там дорожка пошла туда, к рампе. Вон рампа просматривается. И вот так, если мы пойдем по дорожке, на рампу выйдем, почти в три леды, там уже будет КПП, которого уже нет. КПП, ведущий на рампу, было. И там же было подразделение войск химической защиты. Мы по дороге едем. Ветерок небольшой. Хотел с другой стороны, там еще сильнее ветер. Я микрофон закрыл. С любой стороны ЖД, а через ЖД сразу видно здание штаба. Штаба дивизии. Два дома жилых. Вот цветы видно. Декабрь. Первое декабря. Но морозов не было, поэтому цветы еще есть. Некоторые убранства. Убранства предрождественские или рождественские присутствуют на некоторых деревцах, во дворах. И вот мы въезжаем собственно в Ветербок 2. с правой стороны было здание кафе офицерского. Его уже нет. Вот на его месте этот дом. Быстро построили. Вон часть кафе. Здание. Это бокс для подержанных вещей. Держи для стекла. Бутылки, банки. 4 гостиницы здания. Некоторые здания реставрируются, ремонтируются. Вот мы увидим в лесах здание. Это здание было детским садиком. Вот где дяденька в тюботейке в красной. Это здание. Это недавно дом построили. Ну, недавно, может, год назад. Однотажное здание. Вот так прямо через ЖД к вокзалу. Это гостиница. 4. Вот это детский сад. Это здание столовой. артиллеристский пушечный, женить на пушечного полка. Номер 47. 50. Извините, вылетел из головы, не будем вспоминать. Лучше меня знаете. Вот тут забор поставили сейчас. Такой легкий забор. Был белый кирпичный. Его удалили. Сейчас вот такой заборчик временный. Это жилой дом. Многие квартиры пустуют. в этом здании справа ветеринарная лечебница. Вот дом, который мы проехали. Пустующий дом. ой, извините, некоторые квартиры пустуют, а дом нет. Не пустуют. Лечебница. Собачек, кошек. Давно. жилые дома. улица Брукенстрасс. Мы едем с вами. Ветер с пробочкой. В эту сторону, с левой стороны, здание гаштета Новой гиман. Вот мы куда доехали с вами. Где-то здесь цветы. Вон цветы на углу здания. здание уже отреставрировано, но внешне. Пустой тут. Ранее был тут ресторан или гаштет или кафе. Прикресток. Башня водонапорная квадратная. Жилые дома. Там же здание. В коем размещался отделение банка, почта, каупахты. Ну влево вправо. объекты войсковых частей. Казармы. Стена славы. Мы же прямо поедем. Вон там, где собачка ходит. Мы туда. Это туда один из этих домов было общежитие. Вниз на выход из Гетербок два туда под мост в центр направо на Алтышлагер. Это вот угол гаштет или кафе или ресторан улица Брюкенштрасса. Мы оттуда приехали. А это улица Парк Штрасс. Продолжаем движение. Туда на выход. Мы сюда. собачка. Собачка. здания казармы жилой дом. Там же дом для престарелых граждан. Прямо будет расположение КПП отдельного танкового батальона. вот здесь был. Хотел быстро сказать. по-моему, это был дом советско-германской дружбы. Да. Вот центре. Забор еще сохранился с тех времен. Мы едем по Брюкенштрассе от моста. Здесь по Паркстрассе жилые дома все. Там три четырехэтажных дома за этим зданием. Вот здесь мы бы уже видели здание Медсамбада, которого уже нет. Это жилые дома. Нива. Вот здесь был зданием Медсамбада за белым автомобилем. Здесь было КПП, сразу казармы, много чего было, другие объекты. Вот мы достигли конечного пункта сегодняшнего нашего маршрута. Мы проехали от ЖД моста. Вот здесь как раз было здание Медсамбад. От моста ЖД через ЖД пешеходного КПП отдельного танкового батальона или же Медсамбада. Это жилые дома. Но поскольку мы еще тут имеем возможность дальше проехать, мы это сделаем. Проедем дальше за этим трактором. Тут дальше пойдем. А вон там просматриваются ждания с часами. Казарма с часами. Неудобно некоторые там и по тротуарчику едем. Тротуар. Вон здание казармы с часами. Прямо было здание до столовой. Его уже нет. Жилые дома. Жилые дома. Вон там прямо квадратная башня. Мы там останавливались. здесь игровые площадки. Спортивные какие-то сооружения для жителей. мы недавно были здесь с недели назад. Может быть больше. Чуть-чуть. Именно в этом здании. В этом здании казармы. прошли где было возможно где успели. Да, по всем не по всем. По возможности там где была возможность как я заговорил мы там побывали. на лифте проехали посмотрели сверху террасу жилой дом. Квартиры преимущественно одноквартирные однокомнатные это здание казармы которая с часами. Здесь было столовая но это вот я уже говорил. на территории где были объекты отдельного танков батальона и других там сейчас парк солнечных батарей. Ветерок это контейнеры для сбора бытового мусора. Бытовых отходил? автомобилей это жильцов или же посетителей. это здание в коем размещалось отделение банка вахты караульное помещение службы караульное как и эти дома жилые. ну вот и посмотрели мы выйдем на угол этого здания этого перекрестка и завершим видео первое декабря декабря 2020 года. Ветербург 2. Эти здания собираются реставрировать эти два здания. вот они пустующие и будут реставрировать. Это стена славы и мы здесь завершаем наше видео. Всем всего доброго до свидания до новых встреч. До свидания.